Приветствую всех! И снова я, с вами Людмила Крянина, консультант по семейному бюджету. Сегодня хочу поговорить о том, как минимизировать расходы на ЖКХ. Все, конечно, думают, что государство поможет или как-то снизит стоимость ЖКХ, те компании, которые поставляют эти услуги. Но, знаете, надеяться, конечно, можно на них, но лучше понадеяться на себя. Поэтому сегодня я предлагаю вам несколько тем, как снизить расходы на ЖКХ. Ну, здесь можно сэкономить на нескольких пунктах. Например, если мы берем электричество, здесь тоже нужно посмотреть, сколько лампочек у вас включено. Потому что мы уже сделали ремонт, и в каждой комнате у нас столько лампочек горит. Все так прекрасно. Куда ни зайдешь, в зале 10 лампочек горят или больше даже. В другой комнате то же самое. На кухне вообще много светильников. Поэтому я хочу вам, что в этот нелегкий период, пересмотреть все-таки количество светящихся лампочек в ваших комнатах. Почему? Потому что это тоже существенная экономия, которая принесет, ну, может быть, вы скажете, ну, она немного, там, ну, подумаешь, 500 рублей платим, там, кто-то 700 рублей. Ну, знаете, копейка рубль бережет. Поэтому я вам предлагаю все-таки пересмотреть количество лампочек, которые у вас зажжены. И посмотреть на время суток. Нужно ли вам столько лампочек в это время суток. Даже несмотря на то, что вы уже привыкли к такому свету, ну, в данной ситуации, когда у нас неизвестно, что нас ожидает, нужно подумать о том, как минимизировать эту статью расхода. Поэтому я вам предлагаю воспользоваться светильниками, которые имеют одну лампочку, и экономичные лампочки тоже применить. Еще воспользоваться той схемой, которой пользовались еще в 60-е, 70-е годы. Может быть, вы, конечно, как молодежь не помните, но мы, как старшее поколение, помним, что везде, в каждом кабинете была такая надпись «Уходя, выключи свет». Это тоже очень хорошая система, когда вы начнете применять ее в своей жизни. Я знаю, что одна молодая семья, у них было очень много детей, и они всегда везде включали свет. Но когда мы поговорили на эту тему, они применили такой интересный премиальный фон за тем, кто выключит свет, или тот, кто выключит за кем-то свет. И поэтому они стали экономить на этой системе очень много денег. Поэтому воспользуйтесь, дорогие друзья, как сэкономить в своем семейном бюджете по ЖКХ. В следующий раз мы поговорим о том, какие следующие статьи по ЖКХ можно сэкономить в семейном бюджете. Спасибо вам большое. Всех благ.